Мы продолжаем следить за судебным расследованием скандального уголовного дела. Дебоширка против полиции. Раунд второй. Коротко напомню суть. Анна Меркушева устроила пьяный дебош в кафе. Сначала приставала, а потом стала плевать в других гостей и бить их. Усмирять ее были вызваны два наряда полиции. В отделе, по словам полицейских, она продолжила хулиганить и воткнула ручку в ладонь полицейского. Он в ответ ответил ей о плеуху. Анна Меркушева обратилась в прокуратуру и комитет против пыток. Павел Берсенев был уволен, а потом суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Подчеркну, что сама Анна Меркушева настаивала на том, чтобы Павла Берсенева, вдовца с двумя маленькими детьми, необходимо было посадить. Сейчас бывший полицейский работает кузнецом на заводе и хочет все же добиться оправдания. Областной суд с решением районного не согласился и отправил дело на пересмотр. Анна Меркушева обычно судебные заседания игнорировала, отправляя туда лишь представителей. Но в этот раз пришла лично и мы пытались с ней поговорить. Знаете, ваши отношения к пересмотру дела? Плавите, мяк. Я всего один раз с ней пытался наладить отношения, но это было, может, там спустя несколько дней после случившегося. Вот, она схватилась за телефон, начала там всякие эти, ну, всякие хитрости говорить, что якобы она там большой человек, в ней большие связи, дело было раздуто. Ну, им был, видимо, нужен показатель по сотруднику, и они перевернули все на 180 градусов. Мы свидетели, да, когда вы? С национальной квартир, да. Поэтому мы комментариев давать не будем. Просто хотели узнать, как вы решили. Я отвечать не буду на эти вопросы, не будем. Как с вашей точки зрения, привычны были полномочия к стране по отношению Анны? Киркетович там пояснил, у нас есть пресс-служба. Я каждый раз сотрудникам полиции, которые допрашивались в суде, задавал вопрос. Вот вы говорите, что доставленная вела себя нехорошо. Я спрашивал, а в чем именно это выражалось? И самый популярный ответ был, знаете, какой? Она ходила и задавала нам вопрос, когда же ее отпустят. Эта самая ручка, которую потерпевшая якобы воткнула в руку, она у него прям дословно торчала из ладони. Вот, могу предположить, что если бы там действительно что-то такое происходило, и у человека торчала из ладони пишущая ручка, ну там, наверное, кровища хлистала, это было бы видно на видеозаписи. Тем не менее, мы очень внимательно смотрели видеозапись. Суд очень внимательно смотрел видеозапись. Мы все в суде очень внимательно смотрели видеозапись, и даже эксперт очень внимательно смотрел видеозапись и не увидел там никакого момента нанесения удара ручкой по кому бы то ни было. А вот в момент нанесения удара рукой по лицу увидел. Как ваше здоровье? У вас зажили все повреждения? Попустите меня, пожалуйста, девушка. А у вас сейчас какие-то отношения? Вы продолжаете? А на что рассчитываете после завершения процесса? Вы какого наказания для него хотите? Позиция потерпевшей, она строится на том, что его необходимо посадить. Но так она на то и потерпевшая. В общем-то, нам с вами легко рассуждать, поскольку Берсенев нас с вами не бил. А если мы посмотрим, какой он здоровенный и какая все-таки небольшая потерпевшая, наверное, она испытала некие эмоции по этому поводу, на которые, в принципе, имеется собственное право. Будет суд разбираться, следственные органы будут подключаться к этому. И суд растянется еще не один год, я думаю.